Так, с вами снова Владимир. Ты начался? С вами снова Владимир. Сейчас век индивидуальной застройки. Использовать просто плиты ПК всем надоело. Сложные проекты, необходимость долепки монолитных участков между ними, проемы под лестницей, эркеры и прочее-прочее, требуют новые материалы. Новые материалы это что? Обычный монолит на ламинированной фанере. Дорого, тяжело. Таджик строит. Сейчас есть новый материал. Сборная монолитные перекрытия. Более легкие, позволяющие перекрывать высокие, прошу прощения, большие пролеты. Я работал с фирмой Колумб, которая обладает торговой маркой. Их марка перекрытия. Я у них приобретал вот такие треугольные арматурные каркасы. Сам их использовал в перекрытиях. Так как работаю, сами знаете, в маленьком городе Таганрог, где люди не тянут, просто не тянут по деньгам. Сборная монолитные перекрытия. Но теперь цены стали довольно доступны. И мы будем использовать полностью систему сборно-монолитных перекрытий. В которые что входит нам? Наши специалисты. Директор производителей компании Барков, Мартынюк, Валерий. Просто скромный человек с десятью названиями. Мартынюк, Валерий. Единственное, я хочу утожнить, ведь идет не материал, а технология. Но я же безграмотный строитель, шабашник, не простите. В данном случае мы говорим о комплектации балками, блоками, сеткой, бетоном. В результате получается примерно 2000 рублей. Как правило начинают сравнивать перекрытия наши с плитами перекрытия. Говорят мне, вот сейчас плита перекрытия стоит примерно 1500 рублей квадратный метр. А у нас вроде как дороже получается. Но, когда сравнивают с плитами, забывают о нескольких моментах. Стяжка. Стяжка, раз. Монолитный участок. Он разрешит меня работать, да? Без отчасти. Монолитный пояс обязательно под плиту перекрытия. Который не нужен под монолитный. В данном случае он интегрирован будет по краю. Внутри перекрытия. У плит перекрытия, как правило, встречаются монолитные участки. Причем, чем более индивидуальный дом, тем этих монолитных участков получается больше. Давайте избавим человека от рекламной кампании. Просто скажем, какой конструктив этих уникальных перекрытий. А я скажу от себя. Вот, будучи честным человеком, Валерий Владимирович сказал, что 2000. Это никому не интересно. Я вам по-другому скажу. 1300 рублей, примерно до полутора тысяч. То подсистема, которая необходима для монтажа уже бетона самого. Вот это нам интересно. Вот это мы у него за деньги покупаем. А бетон мы там украдем, цемент туда-сюда нам будет дешевле. Я о чем говорю? Вот как выглядит вот эта новая балка. Раньше балки имели вот здесь бетонный сердечник. Бетонное основание. Ну, мы говорим сердечник. Теперь же избавились от этого ненужного атовизма. И теперь как бы несъемная палубка балки позволяет формировать ядро балки в построечных условиях. Бетонное ядро балки в построечных условиях. Плюс, я так понимаю, не нужны вот эти вот преснопамятные блоки, которые тоже мне приходилось выписывать с Москвы и других там городов. Теперь мы можем использовать просто армубордовой блок от керамзина, бетона до леска, бетона, теплой керамики, газобетон. По большому счету можно хоть опалку. Хоть ящики деревянные. Лишь бы создать технологический размер раз и технологическую высоту. Абсолютно верно. Так как ребята смелые, они говорят, что 250 это устаревшее перекрытие, высота, то есть теряется по кругу кирпич, высота общая растет, если это трехэтажный дом. Теперь они советуют, как бы пугает меня, что они рассчитают перекрытие, грубо говоря, обычной сеткой 6 метров, высотой 150. 150 миллиметров. 150, сразу же вижу. Вот это здесь просто так. Это не значит, что они работают на пластмассовой арматуре. В данном случае, да, я должен согласиться с этим. Классическая арматура здесь как демонстрация того, что в некоторых случаях и пролетах, например, больше 6 метров и толщине перекрытия 150 миллиметров, как правило, появляется дополнительная арматура. Как правило, появляется, да. Она может быть разная, все зависит от нагрузки, но, если говорить о плитах, я продолжу эту мысль, поскольку вы, я так понимаю, говорите в основном для частных лиц, они должны быть... Маленькие домики. Да, маленькие домики. Невозможно, бывает, техникой подъехать. Я немножко о другом. Оптимизация перекрытия. Человек, который покупает на чердачное перекрытие, где по СНИПу всего 70 килограмм, плиту, 800-ую плиту, там, где будет ходить 2 мыши всего, а он вынужден ее покупать, платить за избыточную нагрузку. В данном случае мы под эти 70 килограмм для двух мышей мы спроектируем именно такое перекрытие, которое... Тут еще вот что, потому что если не остается технического специалиста, а больше рекламного, скажем прямо, то он нам посадит всю флешку. Так вот, я еще от себя скажу, теперь ГРАС это такая марка газобетона, совместно с фирмой Колумб, совместно организовали РДИТО, которое, как и называется, перекрытие ГРАС. То есть блоки ГРАС продает, а конструктив силовой... Марка. Марка. Причем на объект приезжают отдельными машинами, приезжают наши балки и блоки ГРАС. Теперь еще расскажу. Нужные комплектации. Значит, раньше заказывали в Москве, потом заказывать, я пытался в Краснодаре, но не заказал, теперь грозятся в Ростове производить. В Ростов-на-Дону пора уже в нашем городе производить на месте, а не ездить в эту треклятье в Москву. Понимаете, в чем это? Так что все, на этом я заканчиваю. Флешка заканчивается. Если у меня будет возможность, я еще поговорю за кадром, за взятку, за коррупционную составляющую, может они меня в Москву пригласят. Я заеду, и вы знаете, я продажный видеоблогер. Все.